Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Комкина и добро пожаловать на мой канал! Я сегодня опять делаю еще одно видео о красоте. Не потому, что я бьюти-блогер или собралась переквалифицироваться с образовательного канала на бьюти-блогер, а потому, что красота огромное значение имеет в нашей жизни, что мы не можем достичь никаких успехов в жизни, если не будем уделять этому должного внимания. Мы знаем, что по одежке встречают, по уму провожают, и что, как Ко Шанель всегда говорила, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому я всегда смотрю на человека как на полностью гармонично развитого человека, у которого развит не только интеллект, но еще и, конечно, хорошие внешние данные. Это не значит, что все мы родились с великолепными внешними данными. Это значит то, что мы должны научиться использовать то, что у нас есть, и преподнести это в самом лучшем свете. И для этого нам нужны знания. Я не мейкап-артист, я не специальный человек, который этим занимается, но я практикую это на протяжении многих лет своей жизни. Я думаю, что я ношу мейкап, ну хотя бы тушь для глаз, наверное, где-то с 16 лет. И я этим уже много лет, тоже тени я давно очень ношу. Поэтому сегодня я хочу развеять еще один миф о том, обязательно ли должны быть тени у нас бежевыми. Впервые за всю свою жизнь я, наконец, купила бежевые тени. Это тоже от Том Форд. И сегодня я буду пробовать для вас то, чем я пользовалась раньше, что я считала раньше, и что эти бежевые, коричневые, такие нейтральные тени, которые я купила, и я буду носить эти тени для вас. И мы вместе с вами поймем, а действительно ли нужно использовать только нейтральные, такие коричневатые, бежевые тени. Или это не делает наши глаза, или наше лицо лучше, глаза ярче и взгляд интереснее. Действительно ли это так? Потому что все абсолютно вам стараются в первую очередь продать, нанести, убедить вас в том, что должно быть все абсолютно только коричневато-нейтральное. Вот сегодня я для этого хочу сделать. По поводу видео, которое я сделала о губных помадах, хочу вам, наконец, сказать свое мнение. Потому что я дала вам всем высказаться. Спасибо всем огромное. Все прислали много комментариев по этому поводу. По-моему, 240 комментариев я вижу. И вы поставили лайки, что вы хотите продолжать эту тему. И, хотя, конечно, может быть, мы сейчас меньше носим помаду из-за того, что мы носим маски. Но, тем не менее, эти знания никогда не повредят. Я полностью согласна с теми, кто считает, что яркая помада не старит, что яркая помада не делает наши губы уже. И что нужно обязательно носить только очень-очень светлые нейтральные тона. Мое мнение, что светлая помада или вообще отсутствие помады старит гораздо больше, чем яркая красная или лиловая, или какая-то другая помада. Все это работает вместе. Все это зависит от того, какое у вас качество кожи, какие у вас глаза, насколько аккуратна у вас прическа и косметика. И тогда все великолепно работает вместе. Итак, мы развеяли с вами миф о помадах. Яркие помады не старят, яркие помады не делают губы меньше, как принято считать, а совсем наоборот. Я согласна еще раз говорю с теми, что светлые помады наоборот делают лицо слишком невразительным, особенно если у вас небольшие такие пухлые губы, нормального размера обычные губы, как у меня. Поэтому я считаю, что светлые помады это не вариант для блондинок особенно, для тех, у кого не крупные большие губы и не яркие черты лица. Поэтому сегодня я хочу развеять с вами еще один миф. Хотя сначала я дам высказаться вам о том, должны ли быть все время тени только коричневатые. Я буду носить, у меня уже сейчас на лице нанесены светлые тени. Это очень красивая палетка. Это тоже Том Форд, так же, как и эти тени. И посмотрите, это новая палетка от Том Форд, какие красивые цвета. Посмотрите. Я сейчас... Этот сет называется First Frost, как первые заморозки. Это номер 04. Так же, как и Касабланка. Я останусь с одной и той же помадой. Нейтральная Касабланка. Такой светлый нут. И нанесу разные цвета. Сейчас у меня на лице вот этот цвет. Он называется розовое золото. Pink Gold. И сверху я наношу вот эти вот светлые тона. То есть я наношу на веко один только цвет. Можно, конечно, в уголки добавить что-то. Но я не люблю слишком много и долго этим заниматься. Поэтому я нанесла только этот светлый розовый цвет. И ваше мнение уже запоминайте. Итак, первый вариант был. Называется розовое золото. От Том Форд. Новая палетка. Теперь я буду наносить другие. Буду сейчас снимать эти тени и красить другие. Мне предстоит многому очень работы. Поэтому с вас, пожалуйста, лайк. Если моя работа вам интересна и мой труд вам интересен. Это я делаю, конечно, не для себя. Это, конечно, я делаю для вас. Для того, чтобы мы точно так же избавились от каких-то мифов, каких-то предубеждений о том, что нужно делать только так и никак иначе. Вот это вот рамки, в которые нас загоняют очень часто дизайнеры и бьюти-блогеры, совсем может быть не обязательно. И не только это так. Если у вас яркие глаза, нам говорят, нельзя иметь уже яркие губы. Почему нет? Кто сделал такие стандарты? И для всех ли они абсолютно подходят? Поэтому давайте смотрим. Следующий вариант. Вот первый вариант был такой. Розовое золото. Следующий вариант. Я нанесу уже вот такие вот более темные коричневые тени. Итак, я сейчас нанесу вот такой светло-коричневый, такой действительно бежевый. Вот этот оттенок. Посмотрим. Я буду наносить пальчиком. Мне больше всего нравится наносить просто пальчиком. И на все века. Я не люблю тратить на это много времени. Честно говоря, я не вижу, когда... Мне не очень нравится, когда сделан большой раскрас на лице. Много-много разных цветов. Я не наношу также никакой праймер на лицо, на веки. Только-только тень. Может быть, это очень яркие для меня, такие коричневые. Смотрим, как это выглядит. Вот так. Ваше мнение, это был второй номер от... Назовем его светло-коричневые тени. Номер второй. На что я хочу обратить ваше внимание до того, как я удалю этот цвет, уберу этот цвет. Что происходит с глазами? Не только целое лицо в целом, но и глаза. Становятся ли глаза более красивыми? У меня есть такой немножко зеленый цвет в глазах, поэтому обычно я использовала всегда тени другого оттенка, такие сиреневатые. Вот такую вот палетку тоже от Том Форд, где есть всякие холодные сиреневатые тона. И у меня еще был любимый вот такой цвет, который я тоже очень люблю, зеленоватый, который мне казалось продолжением, является продолжением цвета глаз. Вот. Что происходит с глазами? Вот на это обратите внимание. И уже исходя из этого, не только гармоничность всего лица, это важно, конечно, но и как все-таки смотрятся глаза. Насколько белки становятся белыми, и глаза становятся яркими, не гаснут ли они. Вот на это я хочу обратить ваше внимание. Ну вот давайте попробуем еще один цвет из этой палетки. Попробуем сиреневый. Этот сиреневый, конечно, яркий цвет. Я ношу его и люблю его, но в последнее время я догадалась погасить его вот этим цветом. Давайте посмотрим. И он тогда уже не таким становится ярким. Хорошо наносить на веки, которые чистые, которые, с которых ничего я не снимала больше. Так. Яркие сиреневые тени. Я научилась красить сиреневые тени, когда прочла книгу «Анжелика и король». Напомните мне, может быть, я, конечно, мне это кажется, что из этой книги, но я читала там, что Анжелике были зеленоватые глаза, и сиреневые тени усиливали зеленый цвет ее глаз. Вот мне кажется, что это с тех пор я ношу сиреневые тени. Так что вот сейчас это, конечно, очень сиреневые, но я это погашу вот этим белым цветом. Он даже не белый, он такой достаточно бежевый. И тени не будут такими яркими. Будут слегка сиреневыми только. Вот так я это все делаю очень быстро. Пальчик все великолепно втирает. И вот еще один цвет сиреневый на ваш суд. Стоит мне так красить глаза или нет? Действительно ли меняется цвет глаз в лучшую сторону? И как это в целом смотрится, гармонирует со всем остальным? Это был ярко-сиреневый цвет. Ну вот сейчас я буду наносить сиреневых тонов. Мне кажется, что сиреневый тон выносит больше зеленоватый цвет из моих глаз. Мне уже заканчивается вот этот цвет. Очень красивый сиреневый, очень легкий цвет. Эта палетка называется Daydream. 28 Daydream. Дневная мечта. Я нанесу вот этот цвет, слегка сиреневый. Он очень легкий. И все эти тени имеют такие sparkles, такое сияние. Я тоже наношу его пальчиком. И мы с вами посмотрим, меняется ли глаз и как. В целом лицо. И я поверю вам. То, что вы мне скажете, то я и буду носить. Смотрим в увеличительное зеркало. Я не снимаю и оставляю тот же самый айлайнер. То есть подводку для глаз тоже от Tom Ford. Она такая двухсторонняя. Очень долго, на очень долго ее хватает. И самые корни ресниц я прокрашиваю вот таким вот Шанель. Называется Cassis. Карандаш. Цвета смородины. Вот какая смородина. Бордова, синеватая. Что-то вот такое. Черное одновременно. Вот этот вот цвет. Ну и тушь, которая мне больше всего нравится. Это Benefit. Вот такая вот, которая называется Roller Lush. Roller Lush. Мне кажется, что она самая хорошая. Она никогда не падает. И очень красиво красит ресницы. Это не самая дорогая тушь, но очень, на мой взгляд, хорошая. И вот я сейчас накрасила вот такие вот тени. Сиреневые. И жду вашей оценки. Что вы скажете? Такие сиреневые тени. Что происходит с глазами и в целом с лицом? Становятся глаза зеленее, белки белее, и лицо более свежее. Вот с такими критериями я бы хотела, чтобы вы на меня посмотрели. Да или нет? Ну, посмотрим следующий вариант. Ну что, попробуем еще один оттенок. Этот цвет темный. Для меня он темноват. Смотрится не очень. Поэтому что я делаю? Я беру этот темный цвет, наношу его на веко, а сверху наношу вот этот светлый. И получается ничего. Он не такой явно сиреневый, который, может быть, смущает вас или кого-то еще. Трудно наносить, когда у тебя веко уже не такое чистое, когда уже очень ярко. Драматик. Получается драматик. Да. Ну, вот сверху я покрою белым. Таким светлым цветом. Конечно, сейчас получается гораздо хуже, чем это. Получается очень тяжело из-за того, что на веках есть остатки. Вещества, которым я смываю веки. Чуть ли не голубые получились. Too much. Ну, в любом случае. Смотрим такие вот синие. Что вы думаете? Как это получается? Что с глазами? И что в целом что это дает в целом лицу? Ну, и вот у меня опять чистые веки. И я пробую Eyeshadows Тени для век от компании MAC. Такая вот маленькая, очень удобная. Даже удобно перевозить с собой. У меня такие есть еще и сиреневые от компании MAC. И называется этот цвет посмотрим, как он называется. Уже не очень новое все. Это тоже называется Tilt Frost A49 Tilt Frost. Как такой мороз какой-то. Попробуем тоже пальчиком нанести на веки. Каждый раз, когда я спрашиваю у Make Up Attis где-то в хороших магазинах дорогих, где там делают у Tom Ford, у Chanel, что они думают по поводу этого цвета. Можно так носить или нет? Все всегда мне дают кучу комплиментов по этому поводу. Говорят, что да, да, это очень удачный цвет. Тебе он очень идет. Но вы меня, мои подписчики, всегда критикуете за это. Поэтому я делаю сейчас это для вас, чтобы вы мне сказали, как с вашей точки зрения будет правильно. Чтобы мы с вами увидели разницу. Что будет правильно для вот такой вот светлокожей блондинки, как я. и что происходит с глазами, когда глаза наши смотрятся лучше. Ну и, конечно, в целом лицо. Но все-таки глаза на лице очень важны, поэтому мы можем носить что-то очень нейтральное, помаду и крем-пудру, все на лице нейтральное. Но вот глаза мне все-таки кажется, что должны быть яркими и красивыми. Вот поэтому жду ваше мнение, жду ваши комментарии. Пожалуйста, пишите, что вы считаете правильным. Мы сначала исследуем меня, посмотрим на мне, а потом вы можете это попробовать на себе. Итак, мы с вами будем лучше, интереснее, красивее и успешнее. Я сейчас готовлю для вас завтрашний открытый прямой эфир в 8 часов вечера по Москве или в час Нью-Йорк и Торонто. Я обещала вам, если вы хотите, мы будем говорить на тему отношений, отношений между близкими людьми, отношений между возлюбленными людьми, отношений между сотрудниками. Все, что касается отношений, мы с вами будем исследовать природу отношений. Почему люди поступают так, а не иначе? Я это объясню вам со своей точки зрения, с того, что я знаю, от тех умных людей, которых я прочла и послушала, в частности, Роберт Сапольский, вот такие, такого уровня специалисты в биологии человека. Поэтому, если вам это будет интересно, приходите завтра на прямой эфир. Я всех вас жду в 8 часов вечера по Москве. И у нас с вами будет целый час или даже больше. Я готова ответить на все ваши вопросы. Хорошо? Так что, пишите мне в комментариях, какие тени вам понравились больше всех, какой образ вам понравился больше всего, или это коричневатые тени, и что они делают с глазами. Посмотрите внимательно. Конечно, камера искажает, но все равно какое-то что-то можно с этого понять. Вот. Так что, всего вам самого хорошего, мои дорогие. До следующей встречи на канале. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok